здравствуйте дорогие друзья бритьё 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 необычного сегодня не будет ничего зато будет много нового что именно вы сейчас узнаете на крупном плане а пока же пока ребят даже не представляете какое у меня хорошее настроение знаете почему потому что только что распаковку снял там я такое нашел охренеть зачем вам рассказываю увидите распаковку сами посмотреть там вот что ну сами посмотрите вы пока идите знакомьтесь поближе а я тут начинаю мароковать догонять помните как-то пару видео назад я показала мыло от quantum satis запахом дёгтя ребят попробовал помылся мне очень понравилось но к сожалению мне пришлось его прятать потому что любимая этот запах не очень сильно переносит в общем и целом мыло зачетное классное но ввиду того что запах достаточно специфический я бы наверное его рекомендовал только тем кто любит запах дегтярного мыла всем остальным но тут бабка надвая сказала зайдет не зайдет на смену к нему сегодня придет лечебное с маслом хим от нашей иночки из тюмени лепихин жжет и удивляет почему жжет почему удивляет ребят ну не тем что лечебное мыло это конечно хорошо quantum satis это тоже делает мне понравилось парни описание тут много букв много всего но то на чем заострилась мое внимание без красителей и ароматизаторов это хорошо естественный аромат масла хим ним это тоже хорошо и расшифровка пахнет бобовыми горохом орехами аромат не слишком яркий и выветривающийся как так горохом и не слишком яркий не понятно это надо не внутренне употребление наружная но сером бобовые блин и на огонь бобовые надо проверять бобовые то это наше все особенно горох так что-то я тут не подготовился так уж простите меня но вот вот как натуральное мыло я бы сказал что пахнет зерновыми вот так вот если знаете вот как зерна пшеницы намочишь вот такой приятный запах вот что-то такое есть ну вот через недельку примерно уже смогу вам рассказать за это мыло станок парни необычные ну то чтобы или это конечно же обычный название викторий шавер победное бритье или победный бритвенный набор как это перевести не вам короче тут куча ковбоев куда-то не скачут откуда в китае ковбои я не знаю но картинка конечно такая впечатляющая павел усов мой подписчик спасибо тебе огромное от пашки тут всего дофига я не знаю если смысл каждый раз его это перечислять потому что паша нам тут столько накидал всего вот ребята как все это дело выглядит наверняка вы на али и везде видели станки вот в таких коробочках когда открывается здесь вот защелка такая внутри будет сам станок зеркало что вы могли где-то в дороге на природе или еще где-то побриться допустим пошли на рыбалку да пока там все шашлыки готовят или там костер разводят там по писярику пропускает а вы болим пошли и побрились и нормально и кстати в комплекте есть еще такое родное лезвие боли но мы сегодня наверное другое запустим потому что не хочу этот набор рушить таким взял его у павла таким и отдам сам же станочек выглядит вот так ребята ручка понравилось как сделано вес сейчас мы кстати все это и проверим сколько же ты весишь ну вот если по на 23 грамма был больше мне бы он нравился еще больше но 77 принципе тоже нормально это почти 80 такая знаете какая приятная в тяжесть руках чисто визуально я бы его определил тяжелее ну весы врать не будут длина ручки 88 ширина головы 26 ее длина 44 выглядит станок более чем импозантно хорошего качества насечка выглядит так на эти примут внешне я имею ввиду как подает компания свои изделия зачетно хромирование такое яркое броское качественное как не копался нигде чем ничего такого не нашел станок трехсоставной понятно что это не нержавейка понятно что это что-то другое но это что-то другое мне удалось увидеть только на резьбе вот видите все остальное тут упаковано о как я не знаю сколько он стоит на думаю что недорого для недорогого изделия сделан конечно хорошо хорошо нижняя голова вот смотрите я специально сейчас на свет вывожу вот кто скажет что это например не мюля та же самая линия 2 джаггер посмотреть молодцы ребята молодцы такая вот насечка пену пропускать и наши волоси с вами ровнять аккуратно вангую что как и многие станки были он должен относиться к категории мягких надпись компании боли захотел на этом станке попробовать лезвие которые нам гиф энкер прислали я не раз такими сталкивался какой-то джентльмен джентльмен platinum steel давайте попробуем что из этого получится на стандартная пластиковая упаковка которую мы с вами видели уже не раз на многих других лезвиях здесь тоже пока ничем не удивили хотя другой стран зачем удивлять то главное чтобы брилли хорошо а вот здесь ребят что-то уже неожиданно и тогда но у на им и с этой стороны то же самое первый раз жизни встречали зина которых вообще ничего не написано слова совсем молодцы заинтриговали фиксаторы смотрите удобно расположились и хорошо лезвие стала а с этой стороны вот они специальные пропилы сейчас мы все это дело и опустим позиционируется по пяти точкам 4 по периметру и центральное отверстие резьба работает хорошо адекватно до конца до крутили после того как уперлась его чувствую еще где-то знаете но на одну четверть оборот это я провернул дальше бы не стал потому что дальше ошибка туго что мы с вами имеем равномерный вылет мы имеем вот такой станочек нас сегодня будет баловать хотя есть еще помазки которые я хотел бы вам показать например даже тот откат константина который прислал в ганзы помните распаковку но блин но обещал обещал что яковский пойдут вот один из двух конечно же синтетика потому что перед этим была вся синтетика и логично если будет сейчас именно синтетика чтобы . уже во всех стану по мазках поставить ну вот принимайте красавцы диаметр узла 30 миллиметров высота узла 57 высота ручки 65 ребята здесь ручка превалирует над узлом шишка да есть но она точно такая же небольшая как и на всех остальных станках пределах сантиметра вот смотрите 57 58 здесь у нас 45 грубо говоря 10 12 миллиметров очень такой тактильно приятный шиншилловый такой прям нравится очень нравится упругость свою все-таки показывает чувствуется что она здесь есть вот эти белые окончания они не только мягкие ночью имитируют под якобы барсука но другой стороны смысл под него имитировать если он сам по себе кошерно выглядит я вам например не удивился если какой-то приличный барсук посмотрел бы вот на этот помогу сказал охренеть я тоже хочу так выглядеть потому что ну внешний вид нравится ребята пластик на ручке тоже зачетный то что они скомбинировали два цвета красный и белый мне к душе лично и даже правильно что сделали так вот если бы сделали красный был бы здесь а белый внизу не знаю мне бы наверно нравилось все-таки меньше потому что во первых здесь какая-то балансировка в цветах соблюдена во вторых руками мы же здесь беремся для рук потемнее мне кажется это логично но с торца обычная для компании надпись яки браш профессионал да ну этим красавцам сегодня и поработаем мыльно-пузырная парня у нас сегодня диархари шавин крим эвкалипт любезно предоставлено опасной бритвой рф не очень не очень не эти крема заходят но как мы сами знаем из любого правила есть исключение как покажет себя этот крем сегодня мы с вами знаем чуточку позже а сейчас хочу засвидетельствовать что он упакован точно так же как и все крема подобной упаковки открывашка дозатор затыкает у вас здесь никогда не засохнет потому что здесь есть пимпочка которая вам все это дело продавит а пахнет ребята точно эвкалиптом я только что понюхал вот знаете как пахнет эвкалиптом вот так вот это и пахнет а более подробно на обзоре посмотрим упаковка здесь ничего нового ребята диархарис бла-бла-бла красиво зачетно дорого будем посмотреть парни я гоню то что уже было потому что во первых ничего другого нового нет во вторых ну мне нравится мне нравится мне еще а как 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 а а как как понравится которую гифенкер прислали но и и наверно следующий обзор запустим а сейчас хочу то что рома израиля прислал авто шейф бальзам с черного моря ох ребята зашел по самые помидоры такая классная штука я вам скажу вот сегодня его еще разочек попробуем и да еще одна вещь как-то нечестное с помазком обошелся облапал обтрогал общупал обмерил а взвесить забыл ну как уважающий джентльмен должен был бы после этого и взвесить ну вот 111 грамм я же говорю классный классный хороший 111 мой любимый вес сам для себя свой любимый вес определяю от 100 до 120 почему надо 120 потому что это самый большой вес который я брал в руки среди станков что было бы если взял 130 примеру под не знаю пока не брал но вот 100 120 мне как-то узнаете нравится мне заходит все пошли бриться ребят и не на мыло и не на мыло я решил попробовать раз уж оно такое антисептическое обеззараживающее и бла-бла-бла просто помыться вначале перед бритьем и смыть его но когда я начал мылить ребят я посмотреть что увидел пены просто дурниной прет у меня план решили переиграться потому что по планам помните мыло даурада вот это которая с гифенхера прозрачная с убойным содержанием глицерина вот была мысль его в качестве пришеева нанести а сейчас есть такая мысль в качестве пришеева именно это мыло оставить вот такая мысля наверно так и сделаю посмотрим сработает не сработает если сработает тогда это вдвойне будет интересно потому что ну в качестве пришеева само по себе хорошо а с другой стороны ночью и антисептическая и бла-бла-бла там столько полезных есть у меня вопрос все ли что там написано в этой бумажке соответствует действительности но это не ко мне вопрос это кинни ну вот сейчас давайте попробуем объясню свою мысль мысль простая раз уж там 20 процентов масла ши конечно масла ши это не глицерин нам же надо кожу распарить что полоски там вот эти все но другой стороны волос все-таки это протеиновая составляющая масла ши пуска идет на кожу нам ее подготавливает влагу и все остальное выпускаем на волосы и посмотрим как у нас работает качестве глицерина в качестве пришеева а все эти составляющие которые есть мыли вот их то в качестве пришеева и использовать тем более что мыло само по себе как и на говорит она антисептик хороший мне кажется тут все логично мы полностью тут все для мурту жур антисептиком завальцуем и ура ура вперед вперед бриться посмотрим сработает или нет так ну тут вроде мы все сделали беремся конечно же за крем эвкалипта эвкалипта как сейчас помню еду это по эвкалиптовой рощи там пасутся мамонты пощипывают эвкалипта вокруг такой духа растет нет ребята ни разу эвкалипта не пробовал вот не повезло в моей жизни пристали жизнь не удалась но не нюхала эвкалипта но вот те вещи которые вот написано эвкалипта подошел ну что-то пахнет вот этому она соответствует да не только не говори что на заборе тоже написано ну вроде как эвкалипт ну нормально нормально пахнет хорошо понятно что это растительного происхождения так пошли к помазку помазок да у нас сегодня крайняя синтетика от яков пробовал замерял где-то получилось 15 грамм водички схомячил и в принципе это логично и даже интересно что у него тут дырка-то посередине такая же большая как у всех его собратьев может сказать он только вот так вот делает и все те-то а вот так вот а этот вот так скромный скромный знаете как вот девушка такая такая скромная девушка так убираем скромницы всю воду сантиметр нет уже два два сантиметра крема и давайте посмотрим что ты нам скромница покажешь лопа она ребята она хребет есть он не выпячивается он работает нормально посмотрим что будет дальше но пока а эвкалипта с холодком по шарам не бьет но чуть-чуть шурица то заставляет чувствую что надо быть аккуратным особенно если у вас опасная ну в смысле агрессивная бритва типа 41 головы и же с ними потому что вот та анестезия которую я сейчас чувствую по всему в первую очередь по губам она будет обманчиво поэтому если будете такой крем использовать вдвойне аккуратно агрессивными станками работаете нам чего бояться у нас боли сейчас ха 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 и все а вот если агрессивный то аккуратно ну если она не начнется падать к третьему проходу пятерку то она заработает полюбасу пока нормально густоте не счета сейчас наверно воды не буду добавлять добра раньше времени не разжижить на помазке тоже себе все в порядке хорошо ну и лезвие джентльмен от гиф анкеров ну и боли вот в таком необычном исполнении давайте посмотрим что у нас будет так все работает все равно там перезаписывать что я так же нормально Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ну понятно не 41-е. Возможно даже не 89-е. Вот вокруг 89-е что-то пляшет. Точнее я бы сказал, если бы знакомое лезвие стояло. Лезвие хорошее. Хорошее. Прямо вы по звуку сами наверняка слышали. Но вот сейчас где-то это подобие 89-й головы. Нюансы уже начали выскакивать по поводу ручки. Есть замечания, в конце скажу. Ну а так-то приятно. А что касается самого крема. Ну вот сейчас его дофига осталось. И можно еще разочек пройтись. Ну в смысле не для бритья, а для подбривки. Значит остается на коже, значит работает. Это хорошо, это приятно. Помазок, знаете как себя ведет? Вот представьте, что в вашем доме щенок или котенок. Небольшой. От 3 до 6 месяцев. Это лабух малолетний, который еще жизни-то не нюхал нифига. Ну который все еще радуется, потому что говна еще не видел. И все у нас, понимаете, вот так вот. И ты когда домой приходишь, и вот это чудо к тебе вот так вот. И тыщешь тебе об ноги. И начинает на тебя скакать, прыгать там. Аааа, папка пришел или хозяин пришел. Вот так себя помазок ведет. Вот только он на вас вот так вот. Здравствуй, ну наконец-то ты меня в руки взял. Блин, красавчик, просто красавчик. Ребята, если точно такие же появятся у Яки в продаже, даже не думайте, вешайте, вешайте. Ну, в конце еще поговорим. Суховастенько водички добавим. Я не пойму, то ли я в нем купаюсь, то ли он во мне плавает. Просто он, хочешь так, хочешь так. Я и брасом могу, и собачкой, и по-морскому, и бутерфляем. Он фигачит, просто фигачит. Красавчик, просто красавчик. Так, ну ты красавчик, покажи, что умеешь на второй проход. Так, ну ты красавчик. Парни, ну вот смотрите, несмотря на то, что плотность пены, консистенция уже несколько не такая, как на первый проход, но тем не менее, отлично, станок идет как прям по писаному. Продолжение следует... Ну вот второй проход, знаете, я с лезвием даже забываюсь, такое ощущение, что там стоит родная персона, или тот же самый жилет синий, шелест там просто, и пошла козьба, лезвие зачет, однозначно зачет. А вот второй проход показал, что он все-таки не такой агрессивный, как R89, хотя все и говорят, конечно, что R89 не агрессивный, мягкий. Ребят, я... мое пальто мне ближе, я сужу по себе. Для меня R89 это средней агрессивности станок. Так вот он чуть-чуть, может быть, на самый децел, на одну понюшку табака, вот знаешь, на дуновение ветерка бабочки, вот все-таки он чуть-чуть менее агрессивный. И я скажу, что мне это нравится. Хорошая штука. Так, ну давайте уже третий проход. Это не бумажок, это щенячья радость, это просто, а ручка, ручка вон такая, что-то вот, ух. Ну вот обратите внимание, нет плотности первого замеса, тем не менее, когда я наношу вот этот вот крем, я его чувствую, я его ощущаю, я чувствую ту массу, которую помазок раскатывает на моей коже. То есть вот он не бесполезный, этот. Чуть-чуть ты тут губки кончишь. Блин. Ну, не умею я мазать крем так, чтобы это, не замазывалось. И несмотря на это, на мой взгляд, крем хороший, хороший, вот он сейчас вот хорошее ощущение остается. Это при всем при том, что ДиАрта я в качестве кремов-то не очень-то долюблил раньше. А этот смотри как. Сейчас было чуть-чуть, что-то, как по резине проскочило. ДиАрта я в качестве крем-то, как и все-таки крем-то, как и все-таки, ух. И так далее. И так далее. Продолжение следует... Просто какой-то офигеть... Вот здесь, вот здесь мы и обычные проблемные места, что-то еще осталось, а все остальное... Так, ну давайте уже на последний раз все это подбреем. Так, вот что у нас по мазке... Ну понятно, почему я тут маленечко воды все-таки, когда выжимал, видите, вода закапала. И тем не менее, пьена, стоячок бодрый, кончики слегка так грустно повесила, даже не на пол шестого, ровно на шесть. Но тем не менее, основная масса, смотрите, как бодренько так стоит, хорошо. Запах хороший... Чувствуете, да? Вот она... Вот она... Угу... 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 Понравилось... Понравилось, понравилось, ребята, как сегодня прям все вот это вот звезды сложились и предметы сошлись, и как вот это вот все прошло. Есть непонятные еще места? Да... Не во всем разобрался. В общей массе своей... Да... Хорошо... Да здорово... Но вопросы все же есть. Ну давайте по порядку. Так... У нас остался автошейф, а потом уже все остальное. Рома... Каждый раз, когда я беру вот эту вот штуку в руки, я думаю, господи боже, можешь в Израиль свалить? А там так вкусно пахнет, там море есть... Не, ну у нас есть черное, но у нас есть мертвое. Ммм... Не, не поеду. А если ты мне еще баллон как-нибудь зашлешь? Ммм... Так я вообще здесь останусь. Зачем? Если мне кусочек черного моря прямо дома привезли. Ну, хорошо. Рома, спасибо. Спасибо, добрый ты человек. Жаль, что я тебе аловерды не смог много собрать. Но теперь я знаю. Я знаю, что вот так вот кто-то у вас тут мотается из своих. Я так потихонечку заначечку начну откладывать и откладывать. Хотел тебе скатл запулить. Вот там какая-то непонятка вышла. Та девушка, которая постарше, говорит, нет-нет-нет, у нас не больше одного килограмма, не возьму-не возьму. А та, которая помоложе, говорит, а что ты не принес? Я говорю, так а... Вот так ты остался без скатла. Ну, бля, я проболтался. Рома, не сдавай меня. Ты лучше напиши, если посмотришь это видео, ну как-нибудь дай знать. Вот что тебе интересно, я бы тебе тоже так мандерольчику бы собрал. Ну так, в пределах разумного, а то ты еще подумаешь, с Израиля прямо к нам сюда в Сибирь свалить. Я так скромненько так, ну со вкусом, со вкусом. Ну, не буду вам заговаривать зубы, давайте уже черное море пробовать кусочек. Так. Так. Закрываем. Закрываем. Вот прям, ребят, вот это не наши запахи. У нас нет таких, это не наша традиция, это не наша история, это все не наше, это все чужое. И когда ты прикасаешься вот к этому, ко всему, не нашему, чужому, блин, оно такое вкусное, такое интересное. Это как в другую страну приехать. Да, не наше, да, чужое, пахнет, все по-другому. Ну так, сука, интересно, и ходишь вот с такими фарами, на все пялишься, на все зыришь. Ой, а это что там, ты, 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 ты. Фух, гадость. Ну все равно идешь и пробуешь, интересно, потому что вот это интересно. Плюс, это не только интересно, это еще и О, и хорошо. Ну вкусно пахнет это одно, но как оно работает с лицом. Знаете, вот ни капли спирта, а легкое пощипывание есть. Я не знаю, может быть это частички Мертвого моря там как-то работают, или еще что-то. Но это не отдам никому. Не только потому, что это Рома прислал. Нет, он не нравится, он не нравится. Вот жена мне присылал этот крем от этих французских зафигачивала. Вот это вот из той серии. Просто пум-с, упало и вот там вот лежит. Это как Флойд, только из Израиля. Ну вы поняли. Короче, за него говорить не буду, за него был обзор. Ему пятак однозначно. Добавьте еще балл за запах. Добавьте еще балл за то, как работает. Добавьте еще балл, как это ложится. А добавьте еще балл за то, что это душевная штука. Просто душевная. Ну не 10, но 9-то баллов это точно в моем понимании собирает. А последний балл, 9-ый, я бы наверное добавил за то, что это еще с душой. Правда с душой, ребята. Хорошая штука. Лишка какая останется у вас. Всегда можно по рукам вот так вот. Раз, раз, раз. И тут польза, и тут польза. И везде у вас вот так вот шкурка натянется. И будете ходить улыбаться. Что будет с руками я не знаю. Но тут улыбается, тут хорошо. Так. С чего начать-то? Ну давайте наверное по порядку со станка. А, нет. Если по порядку, то не со станка. А если по порядку, то это смыло, которое у нас в качестве пришеева работало. Ребята, вот по нему как раз и вопросы. Не разгадал. Пена обалденная. Пена густящая. Блин. Там вот зубочистку. Вот к ней торчать будет. Ага. Что? Сток соломы. Бобовых не учувствовал. А знаете, вот все-таки такое зерновое, пшеничное что-то вот есть. Возможно что-то там бобовое есть. Но вот все-таки вот это вот знаете. Как вам передать запах начинающейся жизни. Вот это зернышко, когда вот вы берете что-то, проращиваете на подоконнике. Оно вот напиталось, напиталось, бухнет, бухнет. Ну бесшумно. А то просто лопается. И оттуда вот этот зеленый росточек пошел. И как он пахнет. Вот-вот. Вот-вот. Здесь вот есть. Бобовых не вычувствовал. Грешен. Грешен. Думал. Сейчас вот намажут. Горохом он начнет. Нет. Все нормально. Все хорошо. Ничего. Нигде. Никак. Тут все в порядке. А вот по поводу антисептик. Очищает кровь. Та-та-там. Ребят. Вот это вот. Это не ко мне вопрос. Это уведенность. Спрашиваете. Чего там антисептик. Чего там очищает. Но мне понравилось как он работает. Но не понравилось. Вернее. Не то чтобы не понравилось. Я не понял. Как оно в качестве пришейва. А вот во всем остальном. Ребята. Зачет однозначно. Однозначно. Ну прям. В кайф. Хорошая штука. Так. Все это уже подсохло. Тебя можно сюда поставить. Не печальтесь. Не переживайтесь. Этот. Дуарада. Да. Дуарада. Следующий раз попробуем. От. Gift and Care. Все таки на самом деле. Глицериновая штука хорошая. Мы тогда помните с вами попробовали. О. Точно пацаны не соврали. Работает. Работает. Если в качестве пришей его использовать. Потом когда крем наносите. Там такой ураган начинается. Там вообще смерть фашистам. Пена. Вот так вот сразу. Вещь. Станок. Качественное. Хорошее изделие. Качественное в плане изготовления. Да. Это не нержавейка. Но тем не менее. Здесь нет каких-то заусенок. Нет каких-то летничков. Нет каких-то зацепок. Нет каких-то вот этих вот фиговинок. Который сможет. Твою мать. Да это голимый Китай. Нету. Нету ребята. Да. Это Китай. Но нифига не голимый. Это качественный Китай. Хорошая. Обалденная штука. Не все мне здесь в нем понравилось. Но если говорить за его свойства. он чуть-чуть менее агрессивный. Агрессивнее 89 головы лично для меня. И это все таки здорово. Потому что 89 она да. Она хороша для меня. Но все таки она для меня чуточку такая. Знаете. Вот такая зубастая. Не на уровне нервной особы. Которая такая знаете. Вся вот напонтакт. Нет. А вот что то такое. Знаете. Вот где. Вот нужно правильно все делать. Вот для меня это тот станок. Который невольготный. Вот он. Вот он немец. Он любит правила. Вот ты по правилам работаешь. Ляличка. Чуть-чуть хлебалом прощелкал. Ах ты еб. Вот так вот. А здесь вот здесь попроще. Здесь. Ну да. В некоторых моментах. Вот например. Вот если вот в третий раз уже на добривку идете. Вернее четвертый раз на добривку идете. Где то что то не цепляет. Но вы то знаете. Вы же чувствуете. Что вот тут что то вот где то там. Спокойно переходите на. От верхней плиты. И он это собирает. Это хорошо. Что не понравилось. Вот это вот ручка. Я не знаю какая умная голова. Вот это вот все придумала. Но это будет работать ровно до тех пор. Пока у вас сухие руки. Или пока они в чем то там не это самое. Вот я вот сейчас вот например. Вот в северном креме. Ой прошу прощения. В роменом креме. Ром извини. Все вот такие тоже эзотеральные. Почему он мне все время лезет в голову не знаю. Но вот руки в креме короче. Не будем отвлекаться. Рома. Вот это капелька которая заточена сюда. Есть у меня подобные капельки. Вот от Дмитрия Тойкина. Здесь что то подобное есть. Но здесь оформлено все совершенно по другому. И каждый раз когда я держу вот эту вот ручку. От этого мастера в руках. Я говорю спасибо. Потому что человек сделал вещь. Здесь все в Литове сбалансированное. Я бреюсь и горе нет. А здесь же есть такая штука. Что вот. 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 Что то вот. Взяли тут. Оно сюда выскаливает. Взяли тут. Оно пошло сюда. То есть у них вот эти насечки есть. А вот этих вот блин. Чтоб тормозить. Вот. Их мало. Они есть вот чуть-чуть. Но они все сглаженные такие. Что это уже вроде как уже нифига не насечки. Это просто элемент какого-то узора. Орнамента. То есть вот. А не для красоты. Не для цепкости. Вот единственное замечание. Все остальное. Ох. То есть просто хорошо. Просто хорошо. В общем и целом пять. Больше не поставлю. За отсутствие вот этих вот насечек. Потому что на самом деле держать то так вот. Это вот. Не криминально. Но этот элемент будет. Парни согласитесь. Всегда лучше когда этого нет. Чем когда это есть. Поэтому вот. Только просто пятерка. Без всяких дополнительных штуков. Зайни на мыло пока. На паузе. Там пока ничего сказать не могу. Надо же хотя бы недельку помыться. Потерпите недельку. Крем. Это лучше чем True Fit Hill который был на прошлом обзоре. Лучше хотя бы потому что. Да. Он начал чуть-чуть подседать. Но не так фатально и не так критично как True Fit Hill. Это во первых. И True Fit Hill. Это во первых. Во вторых. Он как-то. Он лучше. Сработал лучше. Он просто. Тынь. 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 Он ритм держал. Понимаете. Вот я бреюсь. И он со мной бреется. Да. Чуть-чуть. Он ритм не потерял третьей ходки. Он уже. Он знаете как-то так прослабился. Уже маленечко. Он уже. Я все еще в дансе. А он уже на вальс перешел. Эх. Давай. Сейчас. Вот. Куда-то он там по своим делам пошел. На свой на русский я это перевел так. Что если бы. Я хотя бы вот на второй раз. Чуть-чуть децил там. Буквально пять миллиметров крема бы добавил. Этого бы не было. Он бы вспомнил что. Ну его на хрен вальс. Так. Давай дальше. Что у тебя там было. Тынь. Тынь. Кукарачи твоя. Давай кукарачи. А вот не хватило ему вот этого запала. В True Fit Hill было несколько иначе. Да. Вполне понятно. Что там если крема добавить. И тоже бы что-то добавилось бы. Но. Разница. Разница ребята. Разница в True Fit Hill в чем. Там пена просто. Чуть-чуть. 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 И все. То есть как-то вот она так. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. И угасла. Вышла вот такая. В конце стоит. А ну че. Ну ты скоро уже. Ну я тут уже заиманалась. И маналась. А здесь по-другому. Здесь она все еще стоит. Здесь еще все нормально. Только если она была такая. А потом она как-то так. Вот. Она не седала. Она не падала. Она просто чуть-чуть стала в структуре проседать. Вот и все. То есть не было вот этого оседания. Поэтому этому крему поставлю просто пять. Добавлю балл за запах. Запах ребята. Прям эвкалиптовый. Я не знаю как они пахнут. Но похоже. Похоже. Прям приятный. Такой хороший. И наверное вот еще балл бы вкатал. За чувство разумной достаточности. За чувство меры у тех людей кто делал этот крем. Потому что здесь вот этого вот холодка. Работа этого эвкалипта. Ровно столько сколько надо. Он не выбивает слезу из глаза. Он не будет тебя корюжить. Но свою работу он проводит. Свою работу делает. И тихо скромно. Как нормальный воспитанный дворецкий уходит. О. Всем. Вот даже вот всем и нифига не жалко. Хорошая штука. Супер. Помазок. А не. Мы же еще за лезвие не говорили. Ребят. Я не знаю что это за фирма. Коробка красивая. На лезвиях вообще даже ничего не написано. Что за фигня. Я такого раньше не видел. Ну. Или это слишком крутая. Которая думает. Да что мне писать. И так узнает. Или это какие то новички. Которые выходят на рынок. Ах. Ёшкин кот. Забыли написать. Я не знаю. Но вот этот джентльмен. Мне понравился. Реально понравился. Это рабочие. Хорошие. Классные лезвия. И причем. Это не персона. Это не физер. Это не жилет синий. Который я так люблю. Это не дерби зеленая. Это не зеленая астра. Это что то свое. Что то особенное. И это что то свое особенное. Офигительно. Бреет. Я бы его поставил. Где то на одну ступенечку. Наверное. Не. До физера не затягивает. Однозначно нет. Вот куда то к персоне. Платином. Туда. К жилету. К синему. Это что то. Какая то константа. Которая сама по себе. Уже такая. Сформировавшаяся. Эти лезвия себя не ищут. Они уже нашли. И они отлично. Хорошо бреют. Что за фигня такая. Я не знаю. Но кроме как пятерки. Просто пятерки. Я не могу ничего поставить. Дополнительного не будет ничего. Вот как нарисуют. Что то на лезвиях. Или хотя бы объяснят. Почему не рисуют. Ну вот. Тогда еще и подумаем. Помазок. Помазок. Щенячья радость. Вот. Что. Мы с вами побрились. Я его сполоснул. Опять готов. Бой. А тут уже практически. Все высохло. Обалденная. Шикарная вещь. Просто. Просто. Понравился. Он. Он. Какой то знаете. Он. Он. Заводит. Своей. Непосредственностью. Он. Работает. В любых. Режимов. Какие. Ты его загоняешь. Хочешь. Это. Хочешь. Это. Кисточка. Хочешь. Это. Боксерская груша. Он тебе. Там. Напинает. Нормально. Хочешь. Он. Тебе. В развалочку. В раскоряку. Он. Все это. Делает. Хорошо. Это. Не. Сопля. Стержень. У него. Есть. Стержень. Временами. Я понимаю. Это. Хорошая. Синтетика. Но. Временами. Этот. Сучонок. Делает. Что-то такое. Твою. Мать. А вот. Смотри. Вот. Это. Аж от. Барсука. Было. И он. Да. Это. Может. Тут. Нет. Этого. Шарика. Это. Загадка. Помазок. Радости. Помазок. Просто. Классный. Хороший. Помазок. Обалденный. Помазок. Среди. Тех. Я бы. Пожалуй. В этом. Троице. И записал. Вот. Эти. Вот. Три. Помазка. Которые. Мне. Зашли. Больше. Всего. Вадим. Напиши. Ран. Чего. Сегодня. Тебе. Это. Нравится. Завтра. А. Вот. По. Этим. Восьми. Уже. По. Мазкам. Которые. Были. Я могу. Сказать. Самый. Лучший. Вот. Эти. Три. Какой-то. Один. Выделять не стану. Потому. Они. Все. Разные. Все. Разные. Ну. Вот. Ты. Сегодня. Пьешь. Пиво. Завтра. Водку. А. Что. На самом деле. У тебя сегодня такой день. Вот. Ребят. Вот. Эти. Вот. Три. Помазка. Эти. Молодцы. 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 Делают. Свою. Хорошую. Работу. Делают. Качественные. Отличные. Я думаю. пройдет не совсем уж так много времени, как они поднимутся и так поднимутся, что ой-бо-й, мама, не горюй. Да? Молодцы. Молодцы, ребята. Вот, пожалуй, что и все. На этом вам добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И пускай у вас всегда все будет хорошо. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.